Музыка Музыка Всем привет! Сейчас вы на канале вкусно и просто с бабе. Хочу вам рассказать про одно очень необычное блюдо. Я долго думала, стоит ли его выкладывать, но затем решила, что стоит, потому что оно незаслуженно забыто. А необычно оно тем, что делается сначала из сушеной рыбы, потом ее надо профарить, а потом потушить с овощами. Это будет очень вкусно. Кому интересно, смотрим дальше. Чтобы приготовить это блюдо, нам нужны такие овощи, как перец сладкий, острый перец чили с трючком, потом лук, помидоры, чеснок и пучок зелени. Зелень нужно брать любую, только не петрушку. Тут у меня укроп, лук зеленый и кинза. Для того, чтобы заправить, нам нужны паприка, кориандр молотый, соль, не знаю, в конце будем смотреть, потому что рыба очень соленая, черный перец молотый и масло. Но самое главное в этом блюде – это рыба. Когда я увидела в магазине вот эту вот воблу, сухую, я сразу поняла, что нужно приготовить именно это блюдо. Здесь было у меня 8 таких рыбешек. Нужно ее разделать вот на такие кусочки. Я уже все это сделала, вот одну оставила, чтобы показать вам. Удаляем все – голову, хвост и все кости. Оставляем только вот такую вот сухую рыбу. Ну, сейчас я ее разделаю всю и покажу. Вот так вот на кусочки надо ее... Осторожно. Косточки сухие, острые. Ну, в общем, вот так. Что мы делаем дальше? Поставили на плиту проварку. И туда вот эту вот рыбу, всю очищенную, нужно положить и пропарить ее. Париться она будет минут 20, может, чуть побольше, смотря на сколько высохла рыба. Все вот так вот закрываем. А за это время нам нужно будет порезать овощи. Лук нарезаем, как обычно. Вот так вот. Перец нарезаем вот так вот. Примерно такими кусками, как рыба. Стричковый перец зеленый тоже так же нарезаем. Его еще раз повторяю, сколько не боитесь. Режем помидоры. Помидоры режем просто кубиками небольшими. Дальше нарезаем зелень. А теперь нужно пропустить чеснок через пресс. Ну вот, все овощи у нас готовы. Дождемся, пока пропарится рыба. И все вместе потушим. Прошли 20 минут. Рыба наша приготовилась, пропарилась. И вот такая вот она теперь. Она стала мягче. А потом, когда будет тушиться с овощами, то станет еще мягче. Ну вот, теперь отставляем. И сюда же ставим сковородку. Или любую посуду, где мы будем тушить все это. Наливаем масло. Масло нагрелось. Кладем туда, выкладываем лук. И будем жарить. Жарить его сильно не надо. Слегка, чуть-чуть. Сюда же выкладываем перец. И горький, и паприку. И пожарим все вместе минуты 3. Как только чуть-чуть там начнет подрумяниваться, выкладываем туда помидоры. Овощи чуть-чуть поджарились. Теперь сюда добавляем помидоры. Все это делается на сильном огне. Сок помидорный выпарился. Помидоры сами стали мягкими. Теперь мы выкладываем сюда рыбу. Вот так она приготовилась. И все это вместе смешиваем. Огонь я убавила. Чуть-чуть сделала. Ну, чуть выше среднего. Чтоб так не горело. Ничего. Кстати, рыбу можно брать сушеную не только в облу. Сюда очень хорошо пойдет и карпы сушеные, и сазанчики. Так что смотрите, у кого что есть, из того и готовьте. Будет все вкусно. Закрываем. Еще убавляем огонь. Делаем на слабый режим. И тушим. Рыба вот так вот приготовилась. На вкус она не такая мягкая, она не разваливается во рту. Просто такое ощущение, как будто вы едите, ну, вяленого леща, как будто бы. Примерно так, чтобы понимали. Теперь заправляем зеленью, чесноком. Чуть-чуть оставим сверху украсить. Все смешиваем. Теперь кладем сюда специи. Кориандр молотый, чайную ложечку. Паприку, тоже чайную ложечку. Солить мы не будем. Она так хороша. И черного перчика. Ну, треть чайной ложки. Еще раз все перемешаем. И блюдо наше готово. Очень хорошо пахнет, несмотря на то, что это рыба сушеная. Все, сейчас выложу в тарелку и расскажу вам, какая она на вкус. Вот так вот, легко и просто, мы приготовили себе еще одно блюдо. Теперь вы знаете, что сухую рыбу можно есть не только запивая пивом, но и приготовить можно такое замечательное блюдо. Смотрите, как это красиво выглядит и очень аппетитно, вкусно пахнет. Сейчас покажу вам. Столько овощей тут. Это блюдо очень хорошо с рисом. Ну, с паренным рисом, как вы знаете, в корейской кухне и вообще в азиатской кухне. С рисом хорошо. Ну, можно и с хлебом, конечно. Ну, давайте попробуем. На вкус оно очень хорошее, вкусное. Очень-очень хорошо. Готовьте. Будьте со мной. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...